Закон о профсоюзах В том, что по строго иерархической лестнице Все локальные профсоюзные организации Будут подчиняться одной республиканской Независимым тренд-юнионам И вовсе перекроют кислород Тогда как карманные объединения Не будут отстаивать интересы работников Когда существует один профсоюз Это не профсоюз Монополия, она уже себя показала Поэтому в профсоюзной среде Должно быть достаточно профсоюзов Которые, да, будут бороться за своих членов Но они должны существовать И не должно быть единых профсоюзных центров Монополизация в любой сфере Это возможность тотального контроля и управления В таких условиях говорить о действительно работающих профсоюзах Не приходится Особенно этот вопрос актуален для западных регионов Где периодически высказывают недовольство Сотрудники металлургических и нефтяных компаний События в Женаузене, кстати Стали ярким примером тому Как карманы и тренд-юнионы Не справились с ситуацией Что и привело к кровопролитию Народные организации труда Они не понимают немножко, как у нас профсоюзы У нас в профсоюзах еще и работодатели Сами сидят члены профсоюзов Хотя у нас существует союз работодателей Или предпринимателей Они говорят, ну как-то что-то это непонятно Работники, да, их права вообще Это работодатели как-то Вот у нас два профсоюза Все смешалось с двумя гонами Помимо нового закона о профсоюзах В первом чтении одобрен и проект Уголовного кодекса Который ужесточает наказание лидеров Общественных объединений Коими являются в том числе и независимые профсоюзы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова